Губернаторская премия «Наша Подмосковья» из проекта по поощрению инициативных граждан давно превратилась в площадку, где люди делятся своими наработками в той или иной сфере. Людмила Голубева уже три года участвует в проекте и отмечает, что это помогает ей расти и в профессиональном плане. Правда, победить пока ни разу не удавалось, к чему, впрочем, Людмила относится с иронией. Первый год я участвовала в двух номинациях. «Спасибо, сердце, что имеешь так любить», и вторая номинация с профессией, связанной фольклорной коллективской, представляла. Потом второй год мы тоже участвовали, третий год участвуем. Нравится, с каждым годом все больше и больше наработок идет, больше мероприятий, больше задумок, целей разных. Конечно, хотелось бы, но пока третий год, пока еще не совсем везет, пока еще без материальных поощрений. Людмила работает в видновской школе номер один и центре «Импульс». В районной больнице она трудится как волонтер. Неизменно ей помогают сын и муж Александр, которые полностью разделяют ее взгляды. От человека, понимаете, когда он болящий, то есть душа уже просит помощи, и помощи духовной. И здесь видно по больным, в этом помогаем людям, ну, по мере сил опять же. Свою волонтерскую деятельность Людмила ведет под эгидой храма великомученика Ицелития Пантелеймона, открытого при больнице. Посещая больных, неизменно приглашает их на служение. Если у вас проблемы с ножками, мы вам водички принесем. Водички, наверное, можем принести, смотрите, если желание есть. Кому тяжело стоять, там можно посетить, с этой водой набрать записки, не все. Но деятельность семьи Голубевых не ограничивается духовными беседами. В центральной районной больнице они провели акцию «Согреем детские сердца», игровую программу на Рождество и фольклорный концерт на празднике Пасхи. Людмила, вот она молодец, она никогда не забывает, да, может быть, даже если я забуду, какие-то особенно все детские праздники, здесь детское отделение у нас есть, вот она обязательно напоминает, говорит, батюшка, у нас вот детский праздник, вот самый последний мы проводили, как раз был 4 ноября, на день Казанской иконы Божьей Матери в детском отделении. Участие в премии губернатора никак не отражается на работе Людмилы. Для нее главная награда – это радость на лицах людей. По большим праздникам мы приходим подарки, разгустим, приглашаем их сюда, мероприятия проводим, Пасха, Рождество, традиционные наши праздники. Лица преображаются, улыбки появляются на лицах у людей, очень благодарят. Но не только подарками эти люди помогают больным. Сейчас на базе больничного храма активно возрождается российская традиция сестер милосердия. Мы вот пытаемся организовать сестричество такое небольшое здесь, то есть, ну, пока это около пяти человек всего, женщины, которые бы ухаживали за тяжело больными людьми, которым, ну, как бы, некому помочь. Таких не очень пока много людей, может быть, и слава Богу, да, у нас в больнице, но вот несколько человек есть, за которыми ведется такой уход. Мы, как бы, здесь выходим вот за рамки, можно сказать, границ именно своей церкви, да, и стараемся помочь именно людям. Мы не спрашиваем, они церковные люди или нет церковные, да, то есть это, как бы, вторичное уже. Эти крестики-цепочки на иконе святителя Пантелеймона – знак благодарности от тех, кто получил исцеление. Многие люди считают это чудом и не напрасно, ведь именно вера в сердце и желание помочь другим позволяют Людмиле Голубевой и другим подобным людям делать маленькие, но столь необходимые ежедневные чудеса. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Ольга Садовская. Видное ТВ.